По этой святыне верующие Тамбова очень соскучились. Из-за пандемии ее не привозили в наш город два года подряд. Теперь, наконец, ограничение снято, и Ковчег прибыл в наш край. Встречали его с большой радостью и даже со слезами на глазах. — Облегчение, помощь после того, как я к ней приложусь, к частичкам мощей. — Во-первых, мы первый раз на встрече мощей, и поэтому очень хотели сюда попасть еще и в прошлом году, но не было возможности, потому что были в других городах. А все-таки такая встреча была очень интересна. — Я тоже согласна с ней. В этом году мы решили прийти, потому что в прошлом году не было возможности, а сейчас решили, что обязательно пойдем, потому что это все-таки большая святая, и поэтому мы пришли. — Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам. Эти строки оставила блаженная Матушка Матрона в своем предсмертном завещании. Слепая от рождения святая вела подвижнический образ жизни и была нашей современницей. — Матушка Матрона является святой нашего времени. Она особо молилась в годы Великой Отечественной войны. И в советское время, во время гонений, к ней приходили люди. Она имела дар прозорливости, исцеляла людей и опекала их, духовно окормляла. Как стало известно, в этом году святыню к нам привезли в рамках реализации молодежного хорового проекта «Ритмы веры». — Эта программа направлена на развитие, формирование молодежных хоров в епархиях Русской Православной Церкви. Ну и для того, чтобы молодежь не только могла чем-то новому научиться, что-то какие-то новые навыки получить, а еще и в этой программе есть такая духовная составляющая, как раз принесение святыни, чтобы молодежь могла прийти, помолиться, приложиться. К Матронушке идут самыми разными мольбами, но больше всего просят о здоровье близких и о чадородии. Искренняя молитва всегда находит отклик. Частицу мощей Святой Блаженной Матроны Московской в Тамбов приводят уже больше десяти лет. Традиционно в эти дни в храм прихожане несут ей цветы. Говорят, больше всего при жизни Матушка Матрона любила розы, гвоздики, ромашки. Каждый прихожанин, который принес цветы, получает взамен освященные лепестки, которые может использовать, когда заболел. Они обладают очень великой благодатной силой и помогают исцелять душевные и физические болезни. В нашем городе святыня пробудет до Святой Троицы. 12 июня поклониться и помолиться возле нее может каждый желающий. Каждый день в Кафедральном соборе будут читать молебен с акафистом возле ковчега с мощами. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Анна Мусатова. Область новостей.